Друзья, сегодня я хочу вам рассказать о том, как прошло моё путешествие и как прошла моя поездка на Черноморские берега России в этом году. Вот это поворот! Итак, начнём. Начнём с того, что я отправился в своё путешествие 3 июня и вернулся буквально 3 дня назад. Я хочу сказать в целом, что моя поездка выдалась довольно насыщенной и яркой. А почему? Потому что я посещал все экскурсии, а их там немало, поверьте мне. А теперь давайте углубимся в мой первый день и вспомним, как же он прошёл. Теперь самое интересное. По приезду, конечно же, все уважающие себя туристы отправляются на пляж. И я не стал исключением. Я также бросил все вещи, сумки и скорее побежал на пляж, чтобы искупаться в Черном море. Но, на удивление, вода оказалась не такой тёплой, но и не такой холодной. По сравнению с прошлым годом, пляж в Новороссийске, конечно же, поменялся. Поэтому первое, что я увидел, это различия между 2016 годом и 2017. Поразительно! После посещения пляжа и купания в Черном море, я, конечно же, поспешил отправиться в Брау-Дюрсо. И знаете, что я заметил? За один год очень изменился облик. Добавилось огромное количество достопримечательностей, интересных мест, возле которых ты просто погружаешься в атмосферу отдыха вечного лета. И поэтому, конечно же, Брау-Дюрсо развивается с каждым годом. Я хочу вернуться к тому, что этот курорт набирает обороты с каждым годом и с каждым сезоном. Запускаются новые проекты, которые очень радуют туристов. Они посещают с удовольствием. Сильное заявление! И, конечно же, для туристов в Брау-Дюрсо оборудуют все пляжи и все. Весь досуг будет к вашим ногам, к вашим рукам и к вашим услугам. Поэтому отправляйтесь, отдыхайте, набирайтесь сил, запасайтесь впечатлениями, эмоциями, чтобы вам хватило на весь ваш рабочий год. И это точно. Несмотря на столь раннее летнее время, это было только начало июня, когда я приехал в Брау-Дюрсо, туристов было уже достаточное количество. Нихуя себе! Потому что все люди едут в Брау с мая и по октябрь включительно, но в июне уже было достаточное количество. И поэтому мне приходилось каждый день приезжать рано утром, чтобы сделать фотографии для вас, для себя, фотографии на память, без лишних лиц. И знаете, что мне еще понравилось в Брау-Дюрсо? Мне понравилось цветение различных растений. Они очень интересные, яркие, запоминающиеся. И поэтому мне бы хотелось, чтобы каждый из вас увидел это вживую. И поэтому я советую приезжать в Брау-Дюрсо в конце мая и в начале июня. Потому что до середины как раз идет сам цветение этих растений. И вы можете полюбоваться, сделать яркие фотографии. А также, если у вас получится сорвать и привезти домой. Не надо так. Какой здесь красочный мир флоры и фауны. И очень все выглядит красиво, вкусно. Что покидать этот рай не хочется никогда. Это точно. А еще я с вами хочу поделиться своими впечатлениями о том, как я впервые увидел шоу «Поющих фонтанов». Это было невероятно. В том году мне не удалось посмотреть это шоу. Да и достаточное количество туристов мешало посмотреть и сделать красивые фотографии именно на фоне этих самых танцующих фонтанов. Поэтому в этом году я увидел больше, сфотографировал больше, заснял на память и на YouTube больше. Поэтому это шоу вызвало у меня очень хорошие и яркие эмоции. Выяснить этот факт действительно невозможно. Это было потрясающе. И поэтому все мои мысли превзошли ожидания. И еще я хотел бы отметить, что мне попадаются такие люди, которые почему-то не имеют интереса посмотреть такое шоу. Да и не то, что шоу, а просто в принципе увидеть какие-нибудь достопримечательности лично. Они предпочитают посмотреть это по интернету, по телефону, по iPad, по компьютеру. Не знаю, как это назвать. Но в принципе эти люди даже сказать не развиваются. У них нет мозга. Я не знаю, встречались ли вам такие люди, но в этом году мне встретились. Такие люди, которые не захотели в принципе увидеть шоу поющих фонтанов. Ну я не знаю, это конечно выбор каждого, но тут зависит от интереса в реальной жизни. И почему люди так стремятся, так яро хотят приехать на Черноморское побережье, в какой-то курортный город. Там допустим Анапа, Геленджик, Сочи, там Адлер, Новороссийский, также Абрау-Дюрсо. Но приехав в этот город, они не имеют интереса пройтись по городу, изучить достопримечательности, а также узнать историю города. Ну и как обойтись без таких ярких шоу, как поющих фонтанов. Поэтому я не понимаю таких людей, которые, собственно говоря, ничем не заинтересованы, а просто приехав на море, полежать на пляже. Че, ебанутое что ли? Ну, это очень скучно, поэтому не будем о них, а пойдем дальше. Красавчик! Продолжу с вами делиться моими впечатлениями. Итак, фонтаны. Это шоу, конечно же, завораживает. Мне хотелось достать камеру и заснять лично для себя, для вас, для моих друзей и моих подписчиков. И мне это удалось, потому что, как я уже сказал, что в июне такого ожидаемого большого количества туристов не было. И поэтому у меня была хорошая возможность заснять это видео для вас, показать всем своим друзьям, как это шоу выглядит. Сфотографировать и заснять на камеру обязывает себя каждый, кто приехал во Браво Дюрсо. Потому что, как можно не сфотографировать или не заснять маленькое видео на память, смотря на такое грандиознейшее шоу. Поэтому я советую каждому посмотреть видеоролик, который я заснял. А их там три. А потом я выложил еще два. Ссылочки я оставлю в описании. Ну, а также приехать во Браво Дюрсо в следующем сезоне и увидеть лично. А тем более, с каждым годом шоу «Поющих фонтанов» развивается все больше. Добавляются новые композиции, новые движения. Поэтому надеюсь, что вам повезет. А вам повезет обязательно, потому что я убедился на своем опыте, что увидев в июне одну композицию «Поющих фонтанов», потому что шоу длится 30 минут, там было несколько композиций, песен, а также рекламных роликов. И увидел еще раз в августе. И поверьте мне, что композиция шоу меняется с каждым месяцем и с каждым годом, это точно. Браво! Идем дальше. В Новороссийске я посмотрел буквально все. И даже то, что скрыто от глаз туристов. А еще мне бы хотелось отметить, что Новороссийск носит звание города-героя. Именно поэтому в этом городе сконцентрировано большое количество музеев, мемориалов, а также памятных мест. Это еще не все, о чем я хотел с вами поделиться. Дальше будет больше. И поэтому в скором времени я запишу новые видеоролики, в которых я поделюсь своими впечатлениями, а также расскажу о каждом дне, который я провел в городе Новороссийск. Поэтому в скором времени вы увидите порцию новеньких видео, в которых я расскажу о своем отпуске. А он очень долго длился, два с половиной месяца. Поэтому я советую вам поставить лайк к этому видеоролику, подписаться обязательно на мой канал, чтобы вы были в курсе всех событий, а также нажать на колокольчик, чтобы вам приходило оповещение о выходе моего нового видео на свой канал. Поэтому я с вами прощаюсь. Пока!